Всем привет, дорогие мои друзья, мои подписчики, гости моего канала. И вас всех приветствую. Привет, мои броники, девочки, мои матушки. Всем привет. Короче, пока шла, даже разогрелась, аж спина мокрая. Прям солнце у нас сегодня светит. Посмотрела, 5 градусов. Но мне кажется, больше. А я одела туда тоненькую футболку, сверху вот эту спортивную кофту и такая куртёжка у меня. Девочки, сборы полным ходом. Не знаю, вечером или завтра, наверное, мне надо будет перемерить платья. Какие я с собой возьму, посмотрю, какие костюмчики. Слава богу, что у меня есть хорошие друзья. Мне тут кое-чего ещё надо по медицине. Вот, ну, слава богу. Потому что, да, друзей надо иметь во всех сферах. Так, чем я сегодня занималась? Занималась, девочки, рекламой, писала ролики, вся умоталась, умоталась. Я сегодня иду в бассейн на дна. А, Валюша не может, моя занята. Так, что ещё я хотела сегодня вам рассказать? Я сегодня, видите, какая опухшая? Я вчера в Дикси купила себе скумбрию. 99 рублей, ну, там кусочка в 6. Она хвоста нет и головы нет. Ну, кусочка в 6. Я её с хлебом, конечно, я так захотела вчера солёного, просто. Хотя у меня есть рыба посоленная, но она замороженная. Ну, вот, думаю, ладно, куплю скумбрию. Ну, ничего, так много вроде не пила, но всё равно подопухла. Ладно. Зато морщин нет. Когда вот с чем хорошо селёдку есть. Поел селёдочки, напился водички. Не надо ни филеров, ни ботоксов, ничего. Вот, настроение хорошее, слава богу, всё хорошо. Продолжаем жить, цвести и пахнуть, и радоваться жизни. Да, девочки, шутите, улыбайтесь, сколько бы вам не было лет. Когда начинают на себя вот эту, знаете, маску, недвижимую маску, что я вот такая серьёзная, как сегодня прибежала ко мне одна комментаторша и написала, ну, какие-то слова, ну, ну, пусть так считает, пусть так считает, я, конечно, её сразу заблокировала. А почему? Потому что, девочки, не смотрите на свой возраст, шутите, смейтесь, это продлевает вам жизнь. Не надо быть угрюмой, да, всему своё время, да. У нас были и печали, и горести, и всё на свете, но это не говорит о том, что мы должны всё время ходить, ходить, ну, если тебе 60, ты, значит, морду лица должен сделать тяпкой и ходить. Нет, я так не считаю. Если многие считают, что это, ну, ты должен быть серьёзный, ты должен быть для кого-то пример, но если ты был примером в своей семье, к примеру, ну, это хорошо. А если ты будешь сходить вот с такой мордой лица недовольной, ничего хорошего, я считаю. А вот, вы знаете, во многих странах, во многих странах ходят, просто так улыбаются, все здороваются, это так принято. У нас так не принято, у нас особенно в Питере почему-то, ну, потому что мы всё-таки такой дождливый город, у нас очень часто идут дожди, и народ такой, кажется, весь серый и печальный, особенно в метро зайдёшь, всё, обними и плачь. Да, много людей сейчас почему-то, не только возрастных, но и такие более ещё моложавые, очень угрюмые и, самое главное, злые. А почему злые? И почему, допустим, думают, что кто-то в этом виноват? Каждый строит свою судьбу сам. Всё, чего вы добились, добились вы. Никто вам в этом не виноват. Двери открыты, тем более давно уже у нас в России. Хочешь, работай на трёх, хоть на четырёх работах. И, пожалуйста, полный карт-бланш. Но, как показывает практика, нам лучше на кого-то ссылаться, говорить. Ой, да вот она, да ты, да ты что? Да я, да я вот пошла, да я вот 48 лет, а в результате, вот, девочки, это рассказы для бедных. Это рассказы для бедных. Я опять коснулась трудовых наших выплатах пенсионных. Ну, потому что многие пишут неправду. Откройте трудовую книжку. Откройте трудовую книжку и посчитайте свои года. И вы буквально обомлеете. Я тоже считала, что я с 17 лет работаю. Потом я отняла годы, что я сидела с сыном. Вот. И в результате не так и много получилось. 25 лет всего. Хотя работала с 17 лет. Не, я не жалуюсь. Ладно, мы о хорошем же. Видите, опять перескочила. Ладно, завтра будем мерить платье. Завтра мне надо сегодня хорошо бы походить. Но я сейчас тут кругов нарежу. Хотя бы, хотя бы 10 тысяч шагов. И потом вернусь домой, будет 15. Так, что меня вчера возмутило и возмущает. Вот вы, девчонки, говорите, Питер, Москва получает. Хера, ничего мы не получаем. Не придумывайте там. Не придумывайте. Вот я вчера отнесла трое брючек подшить. Я вам покажу потом эти брючки. Значит, одни брюки я показывала. Ну, брюки это громко сказано. Спортивные штаны махровые. Вот такой ширины внизу. Один метр. Один метр всего. Нитки они израсходуют. Ножницами один раз хлопнут. 550 рублей. Следующие брючки там вообще делать нечего. Но это на мой взгляд, на мой. Но я знаю, что точно. Даже я, которая не умеет шить. Я думаю, что, ну, минут, ну, за 15 я бы управилась. 550 рублей. А для мастера, супермастера с хорошей машинкой, с хорошими руками, я думаю, что это работы ровно на 7 минут. 550 рублей. А не дохерали, а не дохерали так-то вот разобраться. Ну, такой приз курант. А вы теперь зайдите, в каких городах вы живете, те, которые возмущаются, говорят, что мы тут много получаем. Вот, трое брюк подшить, 1650. Вот и пожалуйста. Я довольнёхонькая. У меня сегодня пришла пенсия. Потому что, девочки, ну, я же не всё вам рассказываю, да? Я брала в долг на свою путёвку. Брала, ну, брала, да. Слава Богу, сегодня я оберну, переведу. Вот. Так что поеду почти без долгов. Особо не завидуйте. Завидовать нечего. Нечему. Вот. Спасибо, девочки, кто подписался на Дзен. Кто смотрит, кто отправляет. Кто отправляет какие-нибудь смайлики, открыточки там какие-то есть. Надо устроить движуху. Вот. Ещё я хотела что сказать. Как только на Дзен у меня будет 5000 подписчиков, вот, из моих 37 с лишним тысяч с Ютуба, я вам обещаю, что мы будем общаться, общаться в Ютубе, в прямом эфире, ну, три раза в неделю. Это я вам обещаю. Но это если мы в короткий срок, в короткий срок подпишитесь, подпишитесь на меня. Да, девочки? Потому что получается то, что получается. На Ютуб идут подписки. Ну вот. Ой. Я знаете, что читала про себя? Якобы я продаю Василёк, ну, вещи с Василька, и покупаю себе подписчиков. Ой, ну мне вот, я вот всё время у меня в голове думаю, интересно, а где это продаются-то такие? Где это? Это куда надо идти? Ой. Ну да чё дебильный народ. Ой, 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 ой. Ну, иногда, девочки, наверное, в комментариях, если только хороший какой-то юмор, понятный для всех, вы можете отпускать. Но если вы не умеете шутить, или это не шутка, лучше вам её не писать. Вы совершенно случайно можете оказаться в бан попасть, потому что, вы понимаете, иногда, не иногда, а зачастую я занята. Я работаю и с менеджерами, я работаю с роликами, записываю на будущее, записываю, консервирую. Поэтому, девочки, будьте любезны писать, ну, как-то так, так я вам скажу, попонятней, что ли, не для меня, а для окружающих. Потому что, как правило, мы все бабы, и как бы кто там что ни говорил, все мы бабы. А бабы все любопытные. Вот. Поэтому, поэтому из любопытства, конечно, все ходят и читают комментарии. Все до одной. Все до одной. Нет такой женщины, которая не была бы любопытной. Нету ни одной такой женщины. Вот. Поэтому вот так. если только она не занята по самую макушку. Вот. Я, наверное, еще кружок дам. Мне надо, мне надо походить. Укрепила я вроде свою ручку. Теперь вроде не качается. А раньше она вот так вот качалась, и я как будто туда заходил. Но вроде сейчас не качается. Стабилизатор вроде есть в этом. Вот. Что еще, девочки? Не знаю, что с собой брать. Не, вернее, знаю, конечно. Надо, наверное, удобные вещи брать. И пару платьишек. Ну, может, три платьишка возьму. Мы там будем всего 12 дней. Сегодня зашла какая-то дама и сказала, что я очень грубо отвечаю на то, что сколько стоит путевка. Еще раз, еще раз очередной 150-й я вам говорю. Я не буду говорить. сколько стоит путевка. Почему? Потому что этой стоимости, возможно, уже не будет. Вот. Я, значит, вас введу в заблуждение. Каждый день цены растут. как у нас, так и в Белоруссии. Поэтому я не агент, я не торгую, я не делаю рекламу никакому санаторию. Если бы у меня была такая возможность и привилегия, я бы была очень рада. А поскольку такого у меня нет возможности, и покупаю я за свои деньги. Поэтому, девочки, как говорится, ищите, смотрите. Конечно, я приеду в тот санаторий. Конечно, я вам все, девочки, покажу, расскажу, какое питание, какой бассейн, какие процедуры, как называется, это я обязательно вам расскажу. Обязательно. Вот. Ну, все, солнышко спряталось. Так что, вот так. Люблю я с вами потарахтеть, девочки, погутарить. По-нашему, по бабье. Вот. Так, ну, что еще вам сказать? Осень красивая. Давайте я переверну камеру. Осень очень красивая, очень золотая. Прям красивая. Пойдемте туда сходим. Я с вами вместе погуляю, потому что я взяла и сухую футболку, и белье сухое. А вот, сейчас зайду и буду плавать, а вам загружу. Я люблю сухую, вот такую осень люблю. Ну, вообще, я и дождь люблю, между прочим. Вот. Уговариваю подружку, свою, барнаульскую свою подружку, уговариваю куда-нибудь поехать. Ну, в ближайшем будущем. Ну, посмотрим, как у нас пойдет по деньгам. Посмотрим, как у нас пойдут, как у нас пойдут дела. Дела пока не очень, не на ютюбе. Так, я должна вам отчитаться по дзену. Я, наверное, уже сколько там, месяц. Итак, девочки, заработная плата на дзен за практически месяц 1621 рубль. В результате я заработала на 4 упаковки туалетной бумаги. Скажете, мало, а я вам скажу, ну, даже эти деньги, а кто мне их даст? Вот честно, вот давайте честно. 1621 рубль. Да, небольшие деньги. Ну, ой, какое небо красивое. Посмотрите, охренеть можно. А посмотрите, какое, какой лес красивый тут. Ой, какая красота. Осень, осень. Тра-та-ту-та-ту-та-ту-та. Так что, вот, девочки, можете меня поздравить. Ну, посмотрим. Я не помню, какого числа я туда, туда я зашла, в этот дзен. Вот так. Здесь у нас катаются мальчишки, мальчишки и мужчины, и ребята на маленьких машинках. Вот, я бы, конечно, от страха умерла. Я не издюк. Я боюсь вообще скорости. Я боюсь ездить на переднем сиденье. И вообще, у меня все мои подружки и друзья, все знают, что я трус, еще какой. Я никогда не сажусь, я вам говорю, на первое сиденье. Вот. И всегда говорю, что, пожалуйста, только потише. Так, а мы с вами глазками. Девочки, гуляйте больше, дышите. Посмотрите, какая красота. Кто знает, сколько нам осталось в этом мире? Кто знает? Ничего никто не знает. Поэтому живите, как последний день. Больше ходите, больше гуляйте, больше отдыхайте. Вот. Вот я вам говорю, я нажрала килограммы. Вы знаете, как ногам тяжело, как тяжело ходить, когда у тебя вес, охо-хо. Рост-то у меня маленький, а вес-то, будьте любезны. Понимаете, в чем дело? Вот. Поэтому, поэтому, девочки, ищите для себя часочек, два часочка. Уделяйте себе внимание. Вот. Кушайте вкусненько, по возможности. Гуляйте хорошо. Если есть возможность, запишитесь, купите себе абонемент в бассейн. А почему абонемент в бассейн? Потому что, не потому что вы будете... Посмотрите, как красиво, да, девчонки? Вот мой фитнес-хаус. А вот, минуту я разверну. Мне же надо смотреть вам в глаза. Девочки, знаете, почему в бассейн? Не столько в бассейн, а сколько вы, когда отдадите деньги за этот бассейн, вы будете головой понимать, ага, надо идти. А чтобы идти, вы должны вовремя позавтракать, там попить водичку, все дела сделать утренние. Вам надо собраться, уделить себе внимание, доехать, дойти ли, понимаете? Потом там побыть, пообщаться, получить какой-то кайф, и потом вернуться домой. Это уже, понимаете, целое... Вот в возрасте это целое дело. И когда уже, ну, дамы такие уже возрастные, ну, постарше меня, они говорят, в бассейн сходила, то есть уже целое дело она сделала. Я считаю, что молодцы. У меня вот приятельница, ей сколько? 73 или 74. Потом я женщина, с дамой, я поеду, ей 76. Они у нас еще... Ого! Вы что, как девочки? А вот, у нас ходят... Я уже сколько вам раз говорила, что к нам ходит Светлана, отчество, не знаю. Ей 83 или 84 года. Она у нас стройняшка, она понимает юмор. Мы всегда смеемся, и всегда я лично ей говорю, Света, я равняюсь на вас. Ну, потому что она молодец, она молодец, она ни одних групповых занятий не пропустит. Ну, в общем, вот так. Спасибо, девочки, за ваши комментарии, за ваши лайки. Вот. Оставляйте свое, свое, так сказать, какое-то недовольство, какие-то свои нерешенные проблемы. Оставляйте, пожалуйста, вне моего канала. Я при... Я как бы ни в чем не виновата. Я в своей жизни ни у кого не украла. Я в своей жизни не взяла ровно ни одной конфетки ни у кого. Я вам больше того скажу. Я работала на складах, на колбасных. Я работала на большом, на большом мясокомбинате. Вот. Все, все могли, кто мог, тащил. Девочки, а я воровать не умею. Вот в чем вопрос. Нас так родители воспитали. Вот. Я еще раз напомню, я шестой ребенок в семье. Мать всегда говорила. Вот. Копейку на копейку возьмешь, рубль потеряешь. Вот. И всегда нам внушала, что это страшно, что это нельзя делать. Я никогда ни у кого ничего не взяла. Поэтому, девочки, какие-то недовольства или еще что-то, пожалуйста, оставляйте, оставляйте при себе. Постарайтесь посыл хороший сделать, и вам придет хороший ответ. Вот и все. Давайте обмениваться хорошими любезностями, так сказать, хорошими комментариями. Если желаете, не желаете, можете просто посмотреть. Вот. Поэтому так. Всех люблю. Всех обнимаю. Пока-пока. А я спортсменка. Ой, да что баба красивая. Немножко сморщенная. Ну ничего. Утюг. Утюг у меня есть. Надо мне разглаживаться. А маникюр какой у этой бабенки-то. Ой, красиво баба. Пока-пока.